В этом году уже практически 200 миллионов рублей выделено, как в большей степени из муниципальных бюджетов, для того, чтобы все образовательные организации к началу нового учебного года были готовы. Но учитывая, что уровень финансовой обеспеченности разный, поэтому впервые в этом году из регионального бюджета целевым образом предусмотрены денежные средства для ремонта детских садов. И на конкурсной основе уже денежные средства получили 9 муниципалитетов. Я уверена, что подрядчики будут добросовестными, успеют выполнить все работы. Это, как правило, работа капитального характера, замена кровли, замена различных систем отопления и другие крупные работы. Если говорить о разнице возможностей финансовых, понятно, что в крупных муниципалитетах бюджет больше возможностей, больше в сельских районах, соответственно, в сельских маленьких школах или детских садах ситуация иная. И иногда нужно одновременно и спортзал отремонтировать, и кровля течет. Как в таких ситуациях решаются проблемы? Вы в курсе, что уже несколько лет мы ремонтируем сельские спортивные залы. В этом году, кстати, ремонтируем еще 13 залов. И вот та ситуация, о которой вы рассказали. В одном из муниципалитетов школа выигрывает, происходит чрезвычайная ситуация, начинает течь крыша. Вы знаете, ни один нормальный руководитель не может принять решение о том, что пусть будет так. Как можно ремонтировать стены в спортзале современную обивку, если крыша течет? Поэтому в этом случае, естественно, губернатор идет навстречу. Из резервного фонда, вот, к примеру, для этой школы были выделены деньги на ремонт крыши. Бывают разные ситуации. Конечно же, мы стараемся, чтобы большая часть работ проходила в плановом режиме, учитывая, что еще ограниченное время не для проведения конкурсов, самих ремонтных работ. Но если возникают такие чрезвычайные ситуации, то область приходит на помощь. Возвращаясь к теме помощи многодетным семьям, семьям Аркушиных и еще сотне семей по Архангельской области, какие меры поддержки сегодня есть? Есть субсидии? Действует ли это механизм? Хватает ли ее? И всегда ли эта субсидия работает без промедлений? Несколько лет у нас уже в регионе работает закон о поддержке для многодетных семей. Мы очень радовались о том, что в этом году появились новые меры поддержки. Например, с федерального центра мы стали получать поддержку в те семьи, в которых появился первенец. Приятно, что мы это начали за счет региональных денег делать чуть раньше и не отменяем при появлении федеральных субсидий, федеральных средств, свои меры. Хорошо, что начинают работать программы, которые позволяют льготное финансирование, я имею в виду ипотеку для решения жилищных вопросов. И вот законодательство все время меняется. К примеру, вот буквально недавно вопрос. В Виногравском районе многодетная семья, семь человек получили меры социальной поддержки из областного бюджета субсидий в 2 миллиона на покупку жилья. Но не могли ее реализовать в силу простых обычных обстоятельств. Дом, который они собрались купить, был практически готов, но еще не был сдан и не введен в соответствующий реестр. Вот когда люди подходят и говорят о том, что вот мы готовы, но у нас какие-то есть трудности при реализации этого права, потому что в законодательстве областном есть какие-то ограничения, я рада сообщить этой семье, что в настоящий момент мы в постановление внесли эти допустимые. И сегодня семья уже может купить дом практически готовым, когда уже не возникает сомнений, что действительно дом будет предназначен для проживания. Это вот тот вам пример, когда областное законодательство, это живое законодательство, и реагирует на запросы, получаемые от населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова